Ну что, начинаем разговор про «Современник». Вот я недавно прочитал заметочки, которые Володя Сапак делал тогда, осенью 56-го года. И вот знаешь, вот ощущение осени 56-го года, 20-й съезд прошел, что сейчас вообще создания вот этого театра еще имени нет. Что-то произойдет невероятно, и даже кто-то наверху тоже подзужит, говорит, давайте, давайте. Нужно менять в корне всю театральную систему, министр им говорит. А какой театр будет мне делать? Олег говорит, Ефремов, кооператив надо. Кооператив. А как платить? Ефремов формулирует. Платить надо вот как. Каждому надо платить. Столько, сколько он будет стоить. Артисту, артисту. Эфрос, надо, чтобы каждый спектакль был политическим скандалом. Ефремов говорит, ну, у нас характерных будет человек 20, а героев нет. А это? Что-то незнакомое, афиша. Театр, студия, «Современник». Новый театр? Видимо, вот так. «Современник» Этой весной окончил Толя десятый класс. И вот позади Москва. Новая жизнь, полная неизвестности, ждет его в конце пути. Братцы, а у меня билет не отпускает. А ты езжай с нами, Толя. С вами? Конечно, свыкли за дорогой. Ох, хорошо бы там ничего не было, как у Робинзона. Они тебя на какие роли пригласили? Ну, наверное, я проходил по ведомству положительного героя. Положительного советского героя? Конечно. Вступающий в жизнь молодой человек, которому забрежал рассвет в связи с вышеупомянутой смертью вождя народов. С того времени и с того времени самочувствие вас, которых художественный театр, в общем, отверг. Ты знаешь, это читалось абсолютно закономерно. Нами, во всяком случае. Ну, понятно было, что мы явно превосходили их в признаках, что ли, сегодняшней правды. Ну, это вот был голос, как люди разговаривают, в булочной, там, я не знаю, на улице, на вокзале. Понимаешь? Этим современник владел. И это было, конечно, недостижимо. Потому что, когда что-то аналогичное пытался делать художественный театр раздольческой, дорога через Сокольники. Хиловато. То есть, вся фишка, как теперь говорят, была в слухе, да? Ну, конечно. Ну, современность речи, современность сегодняшних интонаций. И, наконец, я не думаю, что только в лексике было дело. Дело было в освобождающейся индивидуальности. Она перла из нас. А ты слушайся, мать Стручок. Пожалуйста, я вас очень прошу, не учите меня. Что? И не называйте меня Стручком. Олег. Да ты не обижайся, я с тобой попросту. А я не хочу вашего попросту, у меня имя есть. Олег. Мы ну, что спели оскорбить тут всех. Я? Да. Вы самые страшные, не замечаете этого даже. Ну, и барасенка вы вырастили, Клая Васильевна. Не смейте так разговаривать! Олег, перестаньте! Вы даже собственного сына не уважаете. Зачем же вы его тогда здесь-то? И при нас, при всех, и при Таньке. Танька нравится ему. Да. И вы знаете, кто вы? Вы? Лег! В этом молодом человеке есть такая боль, которая свойственна всем мальчишкам, всем ребятишкам переходного возраста. И чувствовалась зрелость в этом парне. А он очень много молодых людей играл, которые очень болезненные, ранимы относятся к несправедливости, к боли, к вранью, к страданиям. Вот не там, где Олег играет, меня больше всего потрясло в фильме, а когда он идет и ускоряет шаг почти бегом. От него такая боль исходит, вот такое человеческое содержание, и все, что он прожил там, потом он рубит, или до этого, я не помню, но то, что протест, и у меня слезы наворачивались. Ну, это что, антимещанское или антисоветское? Да нет, это было, как говорится, свидетельство, мы тоже люди, мы тоже, как говорится, можем быть непрограммируемы. Это был конец с винтиком, шпунтиком, шестеренком, которым все, гвозди бы делать из этих людей. Вот это был конец этому. Понимаешь, я, вот этого еще никто не знает, а я ужасно влюбчивая натура. И давно, ты знаешь, во втором классе, знаешь, мне уж нравилась одна, потом в прошлом году, в седьмом классе, Мурка Камаева. Это я, правда, из жалости любила, она, знаешь, такая тихая, была очень забитая, а потом в комсорге пролезла горлата и стала жутью, разлюбил. Но сейчас, сейчас двоих. То есть как двоих? Что, сразу что? Я сам этого понять не могу. Лучшего названия для актера, который начинает свою жизнь в театре, вообще нельзя придумать. Потому что на всю жизнь. А что было вашей первой ролью? Как называлась первая пьеса, в которой вы играли? В поисках радости. Какова была роль Ефремова в этой истории, и вот становления современника? Что он... Ну, он был вождь. Он был вождь, учитель, вдохновитель, организатор всех наших побед. Я называл его фюрер. Иногда дучи. Он был первым среди нас по любви. По любви к строительству этого дела. Он был непререкаемый авторитет. Только лет шесть-семь спустя я позволю себе какие-то критические замечания в адрес, будем говорить, репертуарной линии этого театра. Так просто безраздельная... Конечно. Абсолютная правота. Здрасте, ребята. Дон Кихот и Санчо Панса. Он обрел театральную славу, как уже было сказано в спектакле в поисках радости. В год обретения славы размер шеи героя был 37-й. По мере укрепления шеи его актерская масть и человеческая порода прояснились. Сейчас он очень напоминает Санчо Пансу, то есть Санчо по прозвищу Брюха. Он весь от этого брюха, от корня и плоти земли. Но начинал Олег-младший в тени и под командой тощего и длинного Олега-старшего. Это зарифмовало их навсегда. Они души друг в друге не чаяли. Годами. Они не разговаривали и не общались. Тоже годами. Чтобы в конце концов снова воссоединиться в художественном театре. Сюжет достойный блудного сына или братьев Карамазовых. Один прожил жизнь под именем Олег, второй под ником Лелик. Тот, кто видел их вдвоем в горе-горе моя звезда или в булгаковском мольере, поймут, о чем идет речь. Я так больше не могу. Вы какие-то двужильные, железобетонные, особенные. Понимаешь, Лене, 200 рублей на общий билет, иначе я пешком побегу по шпалам. Толик, Толик. 200 рублей, не гожусь, я пропаду, Леня. Толик, убежишь, ставь крест на своей жизни. Ведь ты пойми, дашь поблажку себе раз в жизни. Всю жизнь поедешь на поблажках. Понимаешь? Идеология это что, антисталинская? Вообще, на чем все построено? Абсолютно. Антитоталитарная, антимногоэтажно-функционально-дисциплинарно-планово и так далее, и так далее. Эстетически, во что это выразилось, если сейчас можешь назвать это? В актерском деле, в режиссерском деле, в жизни театра внутренней. Я думаю, что в жизни театра это был такой вульгарный демократизм. Мы перераспределяли заработную плату ежегодно, в конце сезона, ночи напролет мы сидели и решали, кто из нас лучший. Я помню, как мы с Женькой Евстигнеевым, оцененные государством 150 рублей, год или полтора сдавали рублей по 20 или по 30. То есть считалось, что вам зря платят? Да. А тот, кто в этот сезон сделал наибольшие успехи, доплачивали из-за этого. Это психология артиста не ломает? Ты знаешь, тогда это нравилось. Тогда это было, как теперь называют, в кайф. Это потом уже, как это сказать, и поблекло, и пожухло. У Олега Николаевича была удивительная способность отодвигать потолок, который ты выбирал. А потом это куда-то делось. Или, может быть, руки до этого не доходили. Или, может быть, в понимании того, что советскую власть не перешибешь, да, я, будучи младшим, будучи, в общем, ну, бессменным, вот, так сказать, деятелем по части ответственности за административные проблемы театра, позволяю себе внятную критику в адрес Олега Николаевича каму-гридейши. Мне бы хотелось в вашем городке организовать революционный театр-эксперимент. Вы бы не согласились мне помочь писать декорации, а? Ну, подожди, вот у меня ощущение, когда я смотрю «Гори, горе, моя звезда», где ты рядом с ним, ты во многих фильмах рядом с ним, но здесь вот еще это соотношение вот этого маляра, немого, гениального, раскрашивающегося яблоки, и тебя восторженного, еще ощущение такой абсолютной вашей, такой странной русской пары, которая куда-то, чего-то, или это уже тогда проходило? Нет, это уже, извини меня, это имело отношение к предлагаемым обстоятельствам этого сценария. Я думаю, что современник, как явление, ну, наверное, вот во многом, конечно, был крайним удивлением в «Голом короле». Вот это вот абсолютно, так сказать, то, что было табу... Главные прорывы, главные прорывы. А вот теперь можем. Евстигнеев играл поразительно, потому что он не играл портретно или адресно, повторяя чьи-то интонации, Никиты Сергеевича или Иосифа Виссарионовича или там Владимира Ильича, он был чувырло, чувырло, находящееся на вершине пирамиды. А на вершине пирамиды, как ты сам понимаешь, сидеть крайне неудобно. Да? Ничего он не делал. Он сделал себе, подтянул нос. Вот так вот. Ты называешь, между прочим, в своей книжке, что это был такой тип кувшинного рыла. Да, да, конечно. И говоришь, что это наш очень русский национальный тип. А что ты вкладываешь в это кувшинное рыло? Посмотри Баклевского и Агина. Вот эти два художника просто исчерпывающе дают ответы, как выглядит российское кувшинное рыло. Это, ну, как мне сказать, это какой-то жизнеутверждающий генотип очень, жизнеспособный, крайне размножающийся. Нет, нельзя его назвать там, каким-нибудь тараканом или там, еще что-то. Нет. Это буйное начало, понимаешь? Это, как говорится, не знаешь, куда занесет. А что ты делал в «Голубом крыле»? Я играл, не хватало штанов опять. Я играл дирижера, но там же был и повар, вечно, что ли, простуженный, оттого... КРИК 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 А ты выучился тогда чихать специально для этой роли? Да. А вообще умения вот эти для характерного артиста какие основные? А это рождается, это не заимствуется, это интуиция. То есть, нет там десяти самых главных? Нет. Нет. Я думаю, что если мне там, я уже говорил, поставить задачу, а ты сыграй барана, да, ну, я за какое-то время соображу его, как бы сказать, мечту, да, его любовь. господа, я... запретная зона Даже в юности не мечтал играть Гамлета. Всегда полония. Дар характерного артиста ценит больше всего. Характерным артистом был его друг Евстигнеев или его учитель Топорков. Больше всего в актерском ремесле ценит непредсказуемость человеческого проявления. Особенно тогда, когда артист доходит до комического одушевления, дерзости, иногда почти хулиганской. называет это правдой существования в невероятных обстоятельствах. Как родных чувствует Гоголь, щедрена сухого кобылина, сюда же причисляет некоторых своих современников, прежде всего Вампилова. Режиссер Сергей Герасимов, увидев его в Балалайкине, где герою под лицу предлагают за деньги жениться на штучке купца Парамонова, обронил наблюдение. Он же проникает в запретные зоны, туда, куда артисты редко заглядывают. Нас зову Парамонова. Слыхал. А нежели учесть, что господин Парамонов меняло, ростовщик, а с таких господ за уродливость и старость берут вдвое, так навряд ли Вы с Вами ошибемся, друзья мои, предположи, что означенная сумма должна удвоиться. Предполагай, пожалуйста. Пойдем дальше. Имущество недвижимое оценивается по десятилетке и сложности дохода. Имущество выдвижимое, как то мебель, художественные ценности, квартиры, подлежат оценке присоединительства экспертов, так ли я говорю? А в смысле экспертизы здесь самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который платит на ремонт а значимый особый 40 тысяч рублей в год. Так пойдем дальше. Приняв цифру 40 тысяч, как базис для дальнейших наших операций, помножив ее на 10, мы там самым определим сумму нашей движимости цифрой 400 тысяч рублей, но и эта сумма могла бы быть признана правильной, если бы дело ограничилось только одной описью, но за описью неоплодимы следуют торги, ну какая цена на торгах, это мы предположить не можем, какая цена состоится, но едва ошибемся, сказав, что она должна удвоиться достигнуть, так сказать, 800 тысяч рублей. Ну а теперь сумма моего гонорара определяет само собой 80-а для круглого счета, 100 тысяч, ой, ой, цельные минуты я с вами задержался, друзья мои, ну что же, будь и мои условия будут признаны необременительными, прошу меня, как говорится, иметь в виду. Многие так могут, но надо вот в ту ноту попасть, понимаете, то есть надо вот в этой кардиограмме быть своим, чтобы не помочь, потому что мы можем сделать форму, да, а надо же еще нутро. Объясни мне, пожалуйста, женщина сейчас играет кто-кто-кто-кто-кто захочет, да? Нет, ну все-таки я бы выделил все-таки нескольких исполнителей, человека два-три, не больше. Откуда это идет? Это, по сути, дело, ну вот такой, ну, как бы сказать, довольно высокой степень внутренней свободы. Так могу, так могу, могу по-всякому, да? Триумф, который был у тебя в связи с женщиной, Клавой, это был... Объясни мне, пожалуйста, там же иногда меня ждали люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Коньячок, лимончик, немножко шоколада, для тебя давно готово. Импорт, экспорт, с доставкой на дом, ленточки перевязать, безусловно, голубенькой, розвенькой. Держи, ручку. Мерси, адью, сэнкью, грудь, но глупо ему было бы мечтать сыграть Джульетту. Тогда, я думаю, что можно было под сомнение поставить вообще вопрос не только о творческой индивидуальности, а вообще как бы о его такой природе, что ли, человеческой. Естественно, интересно, яркое, интересно обострять, интересно утрировать. У него природа усиления все равно. Лимон, пожалуйста, побыстрее. Для чего? Цель? Для больного. Обратись в аптеку. Слушайте, в аптеке не бывает лимонов. В нашей аптеке не бывает лимонов? Ты что? Скажи, пожалуйста, и что это Клава? Что это? Клава я не могу вспомнить, потому что, во-первых, я не так хорош собой, как тогда. Я тогда моложе и лучше, как чувством была. Но она такая была секс-граната, конечно, не секс-бомба, но секс-граната. Она знала себе цену и знала, как говорится, на кого как реагировать и кому что позволено и как влиять. Я довольно долго моросет наводил. Управлял. У меня сейчас грудь, по-моему, первого размера, а там была четвертого, наверное. Три пачки чая, пожалуйста. Какого? Цейлонского. Цейлонского нету? А какой есть? А какой вам надо? Если нет цейлонского, тогда грузинского. Какой вам все же надо? Цейлонский или грузинский? Цейлонского ведь нет? Нету. Тогда грузинского. Грузинского нету. Какой-нибудь есть? Есть. Так дайте. Слушай, а какой вам надо? А какой у вас есть? Какой у меня есть, это мое дело. Вот какой вам надо? Цейлонский, грузинский, краснодарский, сами знаете, что хотите? Хулиганье, черт выходит, кто-то мне... Успех Он, конечно, андроген, то есть ему равнодоступны природа мужчины и женщины. С буфетчицей Клавой он познал радость театрального успеха. Не бывал. С тех пор успех – ключевое слово его театрального словаря. Это тоже идет от брюха, от неприятия возвышенно-сентиментального такования на темы театра без публики и так далее. Театр для него – радость, толпа людей, грохот аплодисментов, слава, смех, деньги. Бругага, как сказано в повести Булгакова о Мольере. Пустая касса или полупустой зал для него – холод небытия, оскорбление театрального инстинкта. Добиваясь успеха во что бы то ни стало, ошибался, ссорился с режиссерами и драматургами. Но неуспешных вещей старается у себя не иметь. Он на этом стоит. Если театр только, как вам сказать, успешен, это не может идти без ущерба для театра, на мой взгляд. Потому что тогда мы не ищем, поиска лишаем. А поиск – это не всегда успех. Это иногда какой-то провал, который в будущем даст дивиденды. Вот этот невероятный весы между личной концепцией существования на сцене, как суперартиста, любимца публики, купающегося в овациях и знающего конкретно, что такое успех, и работающего только на этот успех, с одной стороны. И человек, который невероятно тонко понимает тенденцию времени и делает театр-художественный проект, с другой стороны. Вот эти весы в нем очень хорошо присутствуют. Я хочу напомнить тебе, что это 65-й год всегда в продаже, что на следующий год появляется обыкновенная история, через год мировой поворот, через два года Прага. Это было таким, ну, довольно неожиданным взлетом смысла, который был основан-то, в общем, на очень элементарной житейской конве. Да, 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 да. А с другой стороны, финал, это уже прозрение во все твои будущие ружья. Вот, самое чувырло, та самая кушина верыло, конечно. Там что-то с носом ты тоже делаешь? А как же, подкланово. Это ты поклон другу и встегни его? Не только, нет. Женька подтягивал, а я вставлял вату. Слушай, там что-то уродливое в лице проявлялось. Да, там, как говорится, вата сюда положена, вата в нос положена. То есть, деформировано. Понимаешь, если мы со своим лицом что-то такое делаем, это очень сильное впечатление производит. Не когда мы пластическое что-то наклеиваем на себя, а когда мы деформируем данные нам от Бога, что ли. А ты следил вместе с Галиной Борисовной за тем, что он начинается с такого чудного мальчика? Да нет, это потом уже как-то все сформировалось. То есть, никакого постепенности ведь там нет прорастания? Нет. Вот это мгновенный, ошарашивающий переход юноши прекрасного, кабана. Сломали и пошел. Что делать? Век такой. Я иду наравне с веком и нельзя отставать. Век, надо сказать, хороший. Этот век мне нравится. Обыкновенная история, по сути дела, это был такое предупреждение вот этим всем розовским мальчикам и мальчику из продолжения легенды, и мальчику оттуда, и мальчику отсюда. Be careful. И вообще будьте бдительны. Всякий театр когда-нибудь заканчивается, и всякая творческая дружба как исключение может сохраняться навсегда, но только как исключение. Потому что как мощные растения, а это художники все-таки, это мощные растения, они, если они растут слишком близко, то они начинают друг друга либо солнце закрывать, либо соков не хватает, и хочется отвернуться. Как сочетается в судьбе вот этих переломных лет современников, вот всегда продажа 65-й год, 66-я обыкновенная история, 67-я трилогия, народовольцы, большевики, декабристы и так далее. Как это все вместе, всегда в продаже? Я тебе скажу, это называлось всем сестрам по серьгам, все-таки всегда в продаже демонстрировал, так сказать, нашу политическую заостренность, да. Обыкновенная история не считывалась своим таким, ну, как бы сказать, вот действительным оракульским, что ли, да, содержанием, да. Она так немножко, ну, ну, это так. Вы считаете, что частная история, ну, вот мальчик предал самого себя. Ну, это так. А трилогия казалась, так сказать, ну, таким высоким актом гражданского мужества. Вот кончалась идеология 60-х годов, идеология, которая завершилась Пражской весной, окончательно. И Олег ушел уже, Николаевич, мне кажется, не по... Нет, нет. Это же по серьезным мотивам какие-то. Нет, он уходил от незнания того, что предложить дальше. В этом я убежден. Но уходил в театр, где уж надо было тоже знать, что предлагали? Нет. Ну, тут должен тебе сказать, что, наверное, мессианство имело место. И та самая боль, и ссадина душевная, которая не зарубцевалась, в общем, вопси, да. Поэтому, когда они пришли, не знаю, встали ли они на колени, старики перед ним, но когда они позвали, то надо помочь. Главный твой мотив, почему ты не пошел за ним из-за времени? Я тебе скажу, лучшие годы моей жизни с 56-го по 68-й я отдал этому театру 12 лет. Это казалось для меня вопиющей несправедливостью. Я чувствовал себя, как бы, так сказать, обкраденным, не обкраденным, но если бы я ушел, это означало, что все это было зря. Да, нет. Я это не мог себе позволить, и я решил стать директором. Понимаешь? И решил, и стал. Олег, расскажи себе сам, пожалуйста. Прошу прощения, я тороплюсь, у меня сегодня много дел. Это был тоже показатель общемолодого театра, потому что у нас в БДТ представить себе такую вещь было нельзя, чтобы актер стал директором, руководителем. Он сидел за своим директорским столом с духовым ружьем и постреливал так, разговаривая с тобой, мимо тебя, не очень далеко, в стену, в противоположную. Вообще, нифига себе, такой директор. Олег вполне мог быть человеком из кабинета, он и был им. Но поразительно, что ему это никогда не мешало оставаться актером, творящим, то есть творящим. Это два живут в одном. Я человек, в общем, я бы сказал, предельно, практически, может даже запредельно дисциплинированный в своей работе, я совершил два чудовищных нарушения дисциплины. В начале своей, так сказать, работы, еще будучи зеленым артистом театра «Современник», я совершил два чудовищных нарушения дисциплины. И со мной разговаривал директор. То есть Табаков меня два раза отчитал. Это было очень давно, но на всю жизнь. Я больше никогда не делал этих ошибок, потому что Табаков так со мной поговорил. Предлагаемые обстоятельства Обладает необыкновенной хваткой, которую не только не скрывает, но обезоруживающе демонстрирует. Паучая, любит себя наивно разоблачать, смущая собеседников фольклорной откровенностью. Уж как я люблю зеленые! Так часто начинает одну из своих заветных пластиночек на тему богатства и насчеты. Экономическую независимость обрел рано. Одним из первых отправился на Запад, познал все прелести капитализма. Дарвинизм, как систему жестокой селекции в искусстве, полностью принимает и старается внушить это своим ученикам. Барсук, взрываясь в землю, устраивает сразу два выхода. Он устраивает пять. Лабиринты нашей норы знает на зубок. Научился торговать лицом, его слова. Давно уже может торговать голосом. Добрый день. Это артист театра и кино Олег Табаков. Добывает квартиры актером, размещает в лучшие больницы, хоронит на престижных кладбищах. Все при помощи одного словесного жеста пароля. Здравствуйте. Это Олег Табаков. Знал от матери, что не был желанным, что его вытравляли, что родился вопреки. Полагает, что отсюда его невиданная выживаемость. Личное качество совпало с тем, чем надо запастись у нас каждому обывателю и каждому стоящему театру, чтобы выжить и жить. Вот, значит, была идеология современника, вот был антисталинизм, вот коллектив единомышленников, гражданство, все слова. И вот художественное, если, как ты говоришь, художественное, некоторое исчерпанное современника концу шести лет. Я думаю, что и коллектив единомышленников в значительной степени себя исчерпал. Единомыслия уже не было. У одних была потребность, так сказать, двигаться куда-то дальше, осваивать высоты мировой классики, а у кого-то была абсолютная, как бы сказать, сатисфакция от того, что было в это время, и что предлагалось, что ли, в это время. Вот, так сказать, такой гражданский театр, да. Понимаешь, не всегда был интересен талант Юрия Петровича Любимова. Мне не был интересен театр политической двусмыслицы. Я всегда знал, что я средствами моего ремесла могу достичь этой же цели. Но только это будет через меня. Я не про себя сейчас говорю, а про представителя актерского цеха, что ли. Ну вот фильм, который на самом деле выбирает в себя сюжетно, не специально, конечно, «Гори, горе, моя звезда», он же выбирает в себя. Да. Там, извини меня, кроме тебя и Ефремова, маляра гениального, и искримаса, который несет искусство массы, там есть третий персонаж, очень близкий тебе по натуре, по характеру дарования, Леонов. И там втроем вы сидите и выпиваете, по-моему. Мы Пашку возьмем в театр билеты продавать. Почему? Почему билеты? Пашка, милый, нас в свете движут по жизни высокие идеи, а у тебя твои кривые ножки. И правда. У меня тоже есть идея. Какая? Выжить? Я думаю, что как выжить, меня интересовало не до такой степени. Я хочу тебе сказать, что я позволял себе разные вещи там. Я не выходил на Красную площадь, но я не подписывал абсолютно ничего, за что бы мне сейчас было стыдно. Я вообще не люблю подписывания. Я уже к этому времени понимал, что инерция моего успеха, кинематографического и театрального, достаточно прочно защищает меня. И я могу начать делать нечто самостоятельное. Я хотел бы сказать об одном из своих сильных впечатлений о Табакове, потому что я видел спектакль... Никто не видел, он сам не хвастает, понимаешь? А я видел... Нет, не хвастает. Я видел этот спектакль в разгар пражской весны. Спектакль Чиногерного клуба в постановке Яна Качара, где Табаков единственный играл по-русски, а остальные играли, естественно, по-чешски. Табаков понимал, что самой ситуации играть в это время в Праге русскому актеру по-русски, ревизору, среди этих актеров, это уже настолько мощно, что можно быть просто точным, легким и наслаждаться тем, чтобы ощущать все время этот контраст. Я думаю, что, опять-таки, корни этого произрастают из жизни. Мы однажды были с Олегом Николаевичем на приеме в честь английской королевы Елизаветы, а это было как раз совпадало с вышедшим всегда в продаже, и, конечно, жены дипломатов были, ну, как бы это сказать, ослеплены свободой этого довольно молодого еще актера, который играет женщину, да? Но я понимал, что вот каким они меня воспринимают, меня не хватает. Я начал становиться вот на своих, так сказать, изумленных глазах умнее, талантливее, парадоксальнее, левее. Хотите меня видеть таким? Пожалуйста. Вы хотите меня видеть другим? Пожалуйста. Это ведь, по сути дела, и есть настоящая тема или проблема Ивана Александровича. То, что я играл в Праге. Ну вот перед тем, как завершается твой директорский период в «Современники», выпускается Балалайкин, да? Товстоногов. И ты, в общем-то, мне кажется, не сыграв Хлестакова в Москве, сыграв его в Праге в 68-м году, получаешь возможность сыграть, ну, как сказать, вариацию Хлестакова. Господа, много я испытал. Ну, понятно. Много. Березов был сослан. Картошку там пытался акклематизировать. Не выросло. Но, с другой стороны, много повидал. Например, вот это вот. Например, вот это. Восход на берегах Ледовитого океана в одно и то же время. И восходит все влюблено. И все. Все вот туда заходят. А то там никто не спит. Все ловят тюлени. Вот это я желал бы знать, как тюлени мясцо. Но на вкус, на вкус. Оно приятное. Мы вам отдает. Но мы его ели. Там летом 73 градуса мороз. А зимой, что там зимой-то? А дальше я там морозил семенов. Представляете? Вот смаркался. Смотрю. Нос в руке. Но не расчирялся. Понял. Взял теплую тюленью масляцию. Помазал между глаз. Нос приставил. А в том деле вы дать. Ну вообще для характерного артиста, которым ты себя позиционируешь, идеология является только художественной краской. Правой, левой и так далее. То есть характерный артист должен по возможности охранять свое внутреннее пространство. Я думаю, что он должен, как говорят образованные дамы и французы, держаться пар дистанс. То есть на расстоянии. Удалось тебе за всю жизнь вот так держаться? Ты знаешь, удалось. Может быть, из немногого, что мне удалось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok